Господин Петросян, но если мы знаем, сколько сейчас в Армении есть арцахцев, если эти люди решат вернуться в Арцах, как быть с вопросом безопасности? 19 сентября, уже через несколько дней, исполнится год. Есть вопросы безопасности. Как вы представляете решение вопросов безопасности? Нужно также учитывать то, что нужно иметь политическую волю. Со стороны Азербайджана мы также видим заявление, что арцахский вопрос решен, и что Минской группе больше нечего делать, что этот инструментарий для решения арцахского вопроса не имеет смысла. Можно я обращусь к Азербайджану немного некорректным словом? Пожалуйста, я не сомневаюсь, что вы не выйдете за рамки корректности. Пустозвонство Азербайджана продолжится столько времени, сколько мы отступаем, уступаем, унижаемся. Сколько эпитетов отступления, вы знаете, можете перечислить. Столько времени их пустозвонства будут продолжаться. До того момента, когда в Армении будут волевые власти, которые хотя бы один раз выбьют им зубы. Есть много вариантов, как это сделать. Азербайджан — это не та страна, которой нужно так бояться. Это, как это сказать. Если удалось, внутри такого моноэтнического государства, как наше, разорвать изнутри и настроить против друг друга представители нашей нации, там, где живут много разношорстных этносов, значительная часть которых очень недовольна, очень пострадала, Зарвать Азербайджан — это, как вздохнуть и выдохнуть. Я имею в виду изнутри. Но для этого нужны мозги, работа, нужно пройти дорогу и провести организационные вещи. Понимаете? Превратили их в морских котиков. У них, такие же, как у нас, неопрятные казармы. Понимаете? Нельзя ими пугать. Нельзя. Мы знаем, кто они. К сожалению, мы хорошо знаем, кто мы. Мы тоже стали ничтожеством. Понимаете? Наш вид унизили. Закрыли в тюрьмах. Понимаете? Тот наш хороший вид. Этих мужественных парней держат в тюрьмах. Такие люди, как Варужан, как Махитар, как Павлик и другие, не должны быть в тюрьме. Понимаете? То есть это была запланированная нейтрализация этих ценностей, в результате чего враг добился успеха. Если есть воля, если есть мысль, мечта или программа, все это – ничто. Я нахожу, что наша нация обязана встать на защиту своих прав, своего отечества, как на востоке, так и на западе. Я вот так жил, так был воспитан, так и воспитываю тех, кто со мной общается. Понимаете? Нельзя. Как это случилось? Вот говорят про будущее. Земля не нужна, чтобы сеять. Нужна ведь. Если ты отдаешь эту землю, как ты будешь жить? Постоянно привозя ее извне фурами, то, что ты можешь вырасти здесь. Идти дальше, отдавая земли, отдавая воды, отдавая руды. Стране нужен хозяин. Мы брошены на произвол судьбы. К сожалению, умным, организованным, духовным людям власть недоступна. Понимаете? Когда эти люди придут к власти, эта страна встанет на ноги, станет образцовой страной. Только в этом случае. В таком виде я ничего хорошего сегодня не вижу. Ну, то, что мы ловим, чем-то, что мы сожжем.